Яблочки для старичка. Акции Apple включены в индекс Dow Jones. Маски-шоу для онлайн-такси. Во Франции полицейские ворвались в офис Uber. Калории за деньги. Фиткоин вознаградит реальными деньгами любителей спорта. Здравствуйте! В эфире телеканал 24KZ. Новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начнем с фруктов для анахронизма. Это, наконец, случилось. Слухи, конечно, начали ходить еще в феврале, но официальное подтверждение было как раз перед третьей декадой марта. Apple теперь стала частью индекса Dow Jones. А чего так долго, могли бы спросить многие. Ведь это крупнейшая компания США, работающая в сфере высоких технологий и самая дорогая в мире. Оказывается, чтобы войти в список 30 компаний, что формируют индекс Dow Jones, акции не должны быть слишком дорогими. Прежде каждая ценная бумага яблочников стоила по 6,5 сотен долларов. После сплита 1 на 7 прошлым летом стоимость одной акции стала около 130 долларов. Недавно было небольшое снижение цен, и после этого Apple вошла таки в Dow Jones Industrial Average. Сменила в этом списке компанию AT&T, и по оценкам экспертов, изменение котировок акции на доллар повлечет колебания индекса Dow Jones на 8 с лишним пунктов. Между тем, матерые экономисты не считают, что у Apple есть повод откупоривать шампанское. Дело в том, что, далее цитата Джона Роджерса, бывшего гендиректора CFA Institute, на Dow Jones все реже и реже смотрят индексные фонды и биржевые инвестиционные фонды. Он же стал анахронизмом с точки зрения его практического применения. Индекс был основан в 1896 году. Европа объявила войну бомбилом. Своеобразная холодная война в судах уже шла, но после событий, что произошли накануне, можно говорить о серьезных баталиях. В офис компании Uber в Париже ворвалось 30 полицейских. Они отобрали у работников, их, кстати, было всего 46, телефоны с установленным приложением Uber. Все дело в том, что во Франции власти посчитали деятельность компании и их сервиса Uber Pop незаконными. Надо отметить, что это самый дешевый вид такси, что предлагает американская фирма. Благодаря ему можно заказать такси онлайн и отслеживать приближение извозчика через интернет. Французские власти уверяют, что подобный бизнес нарушает закон, так как водители не имеют соответствующих лицензий и страховок. Да и официалы тоже недовольны. Как-никак дешевые частники отбирают у них клиентуру. То же самое происходит и в Германии. Там суд в очередной раз объявил работу Uber вне закона. Подобные же иски поданы в семи странах Евросоюза. При этом американцы, кажется, и не собираются останавливаться, а негативная шумиха воспринимается ими только как бесплатная реклама и продвижение. Неизвестно, когда сервис Uber придет в нашу страну. Впрочем, какой Uber, какие лицензии. Просто встаньте у обочины и приподнимите руку. Даже не до горизонтального положения. Беги, Лола, беги. Так и хочется поддержать этой фразы из фильма всех, кто выходит ежедневно на пробежку. А кроме того, с радостью сообщить, что теперь все их старания, весь пролитый пот может проливаться не зря. По крайней мере, не только ради здоровья и хорошей фигуры, а еще и ради вполне реальных денег. Компания Chaotic Moon Studios создала необычное приложение и назвала его «Фиткоина». Задумка довольно проста. Пользователь должен синхронизировать свой смартфон с фитнес-трекером. Приложение будет отслеживать физическую нагрузку и за определенное количество выполненных упражнений в онлайн-кошелек юзера будут начислены центы виртуальной криптовалюты «Биткоин». Пока приложение тестируется и начисляются средства из кошелька, созданного разработчиками. К примеру, один из тестеров после четырехминутной пробежки по беговой дорожке, в результате которой его пульс вырос до 115 ударов в минуту, заработал примерно 5 американских центов. Предположительно, на основе «Фиткоин» позднее можно будет создавать другие криптовалюты, а уж их использовать для поощрения клиентов тех или иных компаний. Например, новая модель кроссовок будет продаваться только за «Фиткоины». Электроинструмент для лилипутов начали создавать в Новой Зеландии. Существует пока только один образец мини-дрели, но начало положено. Инженер из Новой Зеландии Ланс Абернетти с детства любил миниатюрные вещицы. И вот после спора с друзьями решил создать очень маленькую дрель. Сначала пришлось сделать компьютерную модель, а затем был запущен 3D-принтер. 25 минут и корпус готов. Размеры получившейся мини-дрели составили 17х7,5х13 мм. Диаметр сверла для неё полмиллиметра. Ещё 3 часа Ланс устанавливал в корпус батарейку от слухового аппарата. Зачищенные провода от него же и крохотный электродвигатель. Собранный инструмент рабочий и способен просверлить отверстие в коже пальца. самых интересных хай-тек новостей. На сегодня всё. До встречи в эфире и онлайн.